Всем хай, с вами Юджин, и я бы хотел, чтобы это видео посмотрел каждый мой подписчик. Я неоднократно замечал, что среди вас есть огромное количество очень талантливых и амбициозных ребят. Вы проявляли свои способности в абсолютно разных сферах, и я очень горд, что являюсь частью такого прикольного сообщества. Поэтому я всегда стремлюсь как-то вдохновить вас на дальнейшее развитие, чтобы вы уже в свою очередь смогли вдохновить других людей вокруг вас и так далее по цепочке, по бесконечному кругу. И я очень хочу, чтобы становилось все больше таких людей, свободных, талантливых, предприимчивых, людей, которые что-то создают, развиваются и никогда не боятся действовать. И я хочу, чтобы в нашей стране были благоприятные для этого условия, ведь если условий для раскрытия вашего потенциала не будет, то в перспективе пострадаете не только вы, но и вся страна в целом. Возьмем нашу экономику, ведь сейчас с этой пандемией, с самоизоляцией мы рискуем, если не откатиться далеко назад в развитии, то как минимум остаться на месте. Многие предприятия сейчас закрыты, а значит не могут ничего производить. Соответственно, люди, которые там работают, не могут работать и не могут получать зарплату. Бизнес встал. Особенно пострадали малый и средний бизнес, которые по сути являются основой экономики. И сейчас я хочу обратиться именно к вам, наши предприниматели. Мы вместе с Максом плюс 100500 решили оказать информационную поддержку малому и среднему бизнесу. Для этой цели мы запустили сайт и хэштег поддержи малого. Если вы, ваши друзья или знакомые занимаетесь бизнесом, или вы самозанятый гражданин, и вы считаете, что наша информационная поддержка может быть для вас полезной, то заходите на сайт, оставляйте информацию о своем предприятии, и мы с Максом расскажем о вас в своих видео. Вы можете находиться в любой точке России, это абсолютно не важно. Это не политика и не коммерция, а просто наша с Максом личная инициатива. Мы постараемся оказать информационную поддержку как можно большему количеству компаний в порядке очереди, и обратимся к нашим зрителям с такой же просьбой. Разумеется, во время самоизоляции мы не можем провоцировать людей нарушать правила карантина, поэтому в период его действия мы будем отдавать предпочтение тем бизнесам, которые работают онлайн или могут перестроить свою работу на онлайн. Как только карантин снимут, мы начнем освещать и оффлайт предприятия. Опять же, это не коммерция, а только наша инициатива. Это значит, что мы постараемся сделать все возможное, чтобы донести информацию именно о вас. Очень важно, чтобы вы понимали, мы не будем опираться на свое личное мнение о вашем бизнесе, о качестве предоставляемых вами услуг или о надежности вашей репутации. Мы лишь, и я подчеркиваю это, хотим создать условия, при которых больше людей смогут узнать о вас. Соответственно, для вас это небольшая возможность обзавестись новыми клиентами, а может быть даже и сотрудниками. Но, как вы понимаете, с этим на вас ложится определенная ответственность. Оказывать свои услуги на высшем уровне. Я лично всегда мечтал, чтобы в России как можно больше людей начинали думать в первую очередь о качестве сервиса, а не о прибыли. Потому что я уверен, что с первым приходит и закономерно, и второе. Наверняка вы, как и я, неоднократно в своей жизни сталкивались с халатным отношением некоторых компаний к своей работе. Я особенно нахлебался с сервисом, с сервисом ремонтных бригад. К сожалению, я сталкиваюсь часто, что многие просто не хотят работать. Знаете, сделать минимум, а заработать максимум. Им словно не важно, останетесь вы довольны или нет. Они, знаете, так, типа, ааа, да ладно, пофигу, зато наварили. А потом, ремонт всем нужен, да, появится другой клиент и на нем наварим. Часто некоторые компании пользуются некомпетентностью клиента, чтобы в итоге обмануть его и подсунуть ему кота в мешке. И на фоне этого я вспоминаю итальянца, который держал кафешечку маленькую на Пхукете, недалеко от пляжа Ката. Знаете, когда я приходил к нему завтракать, он ставил на стол мне тарелку с шикарной яичницей, с кучей различных нарезок, там, колбасы, мяса и так далее. А позже, когда я уже сидел, ел и пил вкуснейший кофе, он подбегал ко мне с очередным батоном новой какой-то колбасы, говорит, Смотри, смотри, новое принесли, хочешь, я тебе отрежу, очень вкусно, очень вкусно. Я говорил, конечно, и он с улыбкой нарезал мне ее кусками в тарелку, и я потом радостно все это уплетал. Я к чему это? Почти весь отпуск, пока я жил неподалеку, я завтракал у него. Отличный сервис, постоянный клиент. Будьте всегда такими, ставьте довольного клиента на первое место, а мы с Максом постараемся рассказать о вашем крутом сервисе. Да и сами клиенты захотят рассказать о вас другим. Точно так же, как я сейчас рассказал вам про итальянца из кафешки Dolce & Lizzie. Поэтому, друзья, предприниматели, бизнесмены, заходите на сайт, заполняйте форму, ссылка будет в описании. И расскажите об этом видео своим друзьям и знакомым, и тем, чему бизнесу поможет наша поддержка. Спасибо всем за внимание, с вами был Юджин, и всем предприимчиво опять. Раз, два, три и пять! Субтитры создавал DimaTorzok